5 февраля была годовщина величайшей трагедии и величайшего преступления современности. Это массовое убийство мирных жителей, мирных чеченцев российской армии в селении Алды. 5 февраля 2000 года. Тогда было массово убито порядка 80 человек по разным оценкам. В общем, точное количество неизвестно, но приблизительно это количество людей. Это были старики, это были женщины, дети, мужчины. Убивали просто так, для забавы. Там действовало два российских ОМОНа, по той информации, которая сегодня есть в открытых источниках. Это, по-моему, питерский и рязанский, кажется, ОМОН. Они в поселке Алды расстреляли, сожгли ни в чем не повинных людей. Ни участников боевых действий, ни своих врагов, а просто мирных людей. И было это сделано во время так называемой зачистки. Вот небольшое видео участницы тех событий. Эта женщина своими глазами видела то, что там происходило. Там были убиты ее дети. Муж, послушайте коротко эту историю. Младший сын лежал еще в стороне, а старшего отец обнял. Прям объятие было. Я еле у него... Я думала, если он его обнял, он живой, наверное. Сверху отца отталкивало. А сына снизу хотела руку достать. Еле-еле достала руку. Пощупала, пульс не было. И я уже зная, что они всерьез, я выпрямилась. И двое пришли, направили на меня двое автоматы. И мне было все безразлично. Я вот назад оглянулась, шаг сделала вперед. Чтобы когда буду падать, на них не падать. Алды – это преступление, за которое не наказан ни один человек. Не привлечены к ответственности ни исполнители, ни их руководства. Никто. Убито, жестоко убито порядка 80 человек. Это массовое убийство мирных жителей. Массовое. И за это не привлечен к ответственности никто. Убитые есть, жертвы есть, все задокументировано. Правозащитные организации об этом трубили и до сих пор трубят. Но нет никакой реакции. Никто за это не наказан. И вы не увидите, чтобы об этом говорили на каких-нибудь там саммитах, где собираются главы различных стран, чтобы там президенты западных стран, допустим, спрашивали Путина по поводу алдынского преступления, чтобы задавали ему вопросы, наказан ли кто-нибудь, будет ли наказан. Вы не увидите никаких санкций по этому поводу. Нет никакого списка, как вот, например, аналога списка Магнитского. Нет такого списка по алдам, ничего подобного нет. Это такое преступление, о котором забыл весь мир и забил. Забыл и забил. Абсолютно никому до этого нет дела, кроме небольшого количества людей, правозащитников. Все, больше никого это не волнует. И поэтому очень важно, чтобы мы это помнили. Мы не имеем права это забыть. Мы должны это помнить. Мы должны это из года в год друг другу напоминать. Нести это от поколения в поколение. Это то, за что нужно отвечать. Подобные преступления не должны оставаться безнаказанными. Но сегодня, конечно, Россия не считает это вообще предметом для обсуждения. Для них это не преступление. Для них это то же самое, что вот в Сирии, когда, помните, просто изуродовали человека кувалдой, сожгли. И все данные этих людей были вычислены, но по этому поводу ничего сделано не было. Потому что они убили тех людей, которых в России из-за людей не считают. И их убийство, оно ничего не стоит. Но россияне должны помнить, что вот эти вот ОМОНовцы, убивавшие тогда ни в чем не повинных мирных жителей в Алдах, сегодня они живы, здоровы, большинство из них. Они живут среди вас в различных ваших российских городах, провинциях. Они ходят среди вас, они приходят к вам в магазин, покупают водку, потом напиваются, потом пьяные и выходят дебоширить на вашей улице. Это те люди, которые спускали курок, стреляя в беззащитных женщин, стариков, детей. Это люди социально опасные. Они сегодня живут среди вас. И когда завтра они совершат подобное с вами, не спрашивайте, не задавайтесь вопросом, почему это произошло. Это произошло потому, что вы не наказали их за то преступление в Алдах. Поэтому оно аукнулось и среди вас. И у меня возник вопрос в связи с последним, вот помните, видеообращением Дилимханова, когда он обратился к Джумаеву. С таким обращением, типа, ты совершил преступление, он сказал, Джумаеву, ты подрался с ОМОНом, ты совершил преступление, поэтому приди, свяжись с нами, значит, приди с повинной и понеси заслуженное наказание, а мы тебе, значит, поможем. Потом он сказал, что помощь имелась в виду юридическая. Почему бы Дилимханову точно так же не обратиться вот к тем ОМОНовцам, которые убивали ни в чем не повинных людей в Алдах? Почему бы не записать такое же обращение, сказать, вы совершили тогда преступление в 2000 году, 5 февраля, свяжитесь с нами, и мы окажем вам юридическую помощь, но вы должны понести наказание за то преступление, что вы совершили. Почему бы Дилимханову не записать такое обращение? Неужели то, что сделал Джумаев, это более тяжкое преступление, чем то, что совершили эти ОМОНовцы? И посмотрите еще, какая ирония, да? Джумаев дрался с ОМОНом, и это очень не понравилось Дилимханову, Кадырову. Кадыров вообще оскорблениями разразился в адрес Джумаева. А в Алдах людей убивал ОМОН, тоже ОМОН российский. Но по поводу этого никто, ни Кадыров, ни Дилимханов не разразился ни оскорблениями, ни слова не говорят. Ни одного человека по этому делу не привлекли к ответственности. Чеченцы, сегодня находящиеся на территории Чечни российская власть, российские наместники в лице Кадырова, не добились привлечения к ответственности ни одного преступника, участвовавшего в этой алдынской резне. Слово по этому поводу сказать боятся, не говоря уже о каких-то иных мерах. Мне также помнится, как Дилимханов, выступая перед собравшимися на митинге, говорил, что тех, кто там что-то оскорбляет их власть, они будут наказывать по закону и не по закону. По закону России и не по закону, он говорил. Интересно, а что мешает наказать по закону и не по закону вот этих вот ОМОНовцев, участвовавших в алдынской резне? Есть ли хоть один из них, кого вы наказали не по закону? Я уверен, что нет. Я уверен, что об этих людях даже не вспоминает ни Дилимханов, ни Кадыров. Их это в принципе не волнует. Для них это тоже не преступление. Любого человека, кто напишет какой-нибудь критикующий Кадырова или его власть, или его приближенных комментарий, они его похитят, запытают, сфабрикуют уголовное дело, отправят в тюрьму. Могут даже убить, а могут посадить на бутылку. И это произойдет просто за комментарий, за прочитанный стих, за какой-нибудь видеоролик, за любую критику в адрес Кадырова или его власти. С человеком поступят так, снимут штаны, заставят извиняться, публично будут унижать. А за убитых людей ни в чем не повинных. 80 человек, как минимум. Массовое убийство. Ничего, ничего с этими людьми не сделали. Абсолютно. И никого это не волнует. Никого из представителей российской власти в Чечне. Вот это вот истинное лицо. Истинное лицо защитников чеченского народа, служителей Корана, защитников ислама и так далее. Вот это их истинное лицо. Истинное лицо их регалий. Ничего они на самом деле не стоят. А подобных преступлений, как в Алдах, их-то ведь у нас немало. Есть самашки, есть кто-нибудь из тех, кто наказан по этому поводу. Никого. Поэтому вот момент, вот как оценивается вся эта искренность, вся эта защита народа и прочее. Вот как это, вот те весы, которыми нужно это все мерить. Про те останки тоже ни слова, которые кинули в новом году, три года назад. Да, кстати говоря. Это тоже был очень такой щепетильный момент для Кадырова, как он быстренько замял эту тему. Это вещи, о которых им даже не дают заикаться. Табуированные темы. Пусть попробуют где-нибудь на уровне Кремля поднять вопрос о привлечении к ответственности этих преступников, российских военных преступников. За Алды, за Самашки, за вот это вот массовое убийство и затем предновогодние захоронения. Пусть попробуют эти вопросы поднять. Он прекрасно знает, что его сразу же отправят вслед за своим отцом. Причем таким же образом, публично. В Алдах не было ни одной стены. Слушайте, национальный состав этих ОМОНовцев, он абсолютно здесь не важен. Это российские военные. Кем бы они ни были. Здесь важно, чтобы за это должны понести наказание, причастные к этому. И непосредственно исполнители, и их руководство, которое просто не привлекло их ответственности, просто покрыли это. Они должны понести ответственность. Субтитры подогнал «Симон»